Всем привет! Мы продолжаем играть в спор и путешествовать по звездным системам нашей огромной галактики. Как вы помните, в прошлой серии мы нашли с вами разбитый корабль инопланетянина. И сейчас нам нужно разобраться, чей это был корабль, и найти, соответственно, новых инопланетных жителей. Так, сразу же на связь. Задание выполнено! Мы знали, что не одни в галактике. Следы погибшей цивилизации, враждебно настроенные сторожевые корабли и гроксы. Что бы все это значило? Очевидно, мы должны продолжить исследование и по возможности защитить себя от потенциальной угрозы. Для этого нам нужно создать колонии, которые можно использовать как базы для дальнейшей операции. У меня есть два варианта ответа. Это как мне основать колонию или... Я хочу изучить галактику самостоятельно. Не-не-не, я самостоятельно не полечу. Галактика такая огромная, такой мелкий, так что давайте, чё делаем? Как мне основать колонию? Отлично! Построить колонию легко. Так, мне нужно забрать с собой пару человек. Для этого мне нужно спуститься на мою планету. Спускаемся. Миньончики, всем привет! Где фейерверк? Я вернулся! Так. Давайте грави-пушку, ой, грави-луч. И заберём вот этих вот... Сколько? Ой, как они кричали-то! Как они не хотели лететь на колонию? Ну, в принципе, вроде бы всё. Я думаю, семерых мне хватит, да? Всё, уходим отсюда. Летим на ту планету. Нам нужно вообще покинуть нашу звёздную систему для начала. Мы прилетели в эту звёздную систему, и что-то здесь происходит. Что такое? О, появилась ещё одна планетка. Я вижу её. Планеты, движущиеся по зелёным орбитам, легче всего поддаются терраформированию и колонизации. С планетами, чьи орбиты подсвечены красным или синим, придётся труднее. Хорошо учту. Ну что, планетка, готова ли ты принять наших новеньких миончиков? Колонию можно создать на любой планете. От бесплодных спутников до плодородных оазисов. В колониях происходит сбор пряностей, которую затем можно продавать. Вот мы и на Звойроле. Осталось только найти, где основать колонию. Ну, более удачное место. О, вы посмотрите, здесь даже метеориты падают. Нифига себе, благополучная планета для колонии. А если на колонию упадёт метеорит? Это же будет жесть. Где у нас здесь пряности больше всего? Ну, в принципе, можно вот здесь вот где-то поставить. Давайте, наверное, найдём плоскую поверхность, где меньше всего кратеров. Ну, вот здесь вот, наверное, и обоснуем нашу колонию. Итак, всё, я готов создать колонию. Блин, здесь метеориты падают. Опасно, конечно. Ладно, опустимся чуть ниже. Колония. Ой, блин! Нифига себе! Вот это мне подпукан-гейзер дал-дак дал. Жесть! Чё-то я как-то не хочу здесь колонию основывать. Ну что ж, придётся создать колонию на выбранной планете. Давайте мы её разместим. Ну, вот здесь вот вроде бы нормально должно быть, да? Такс. О-хо-хо! Смотрите, сразу в районе колонии зелёная такая площадочка. Там растительность какая-то. Ю-хо-хо! Моя первая колония! Крутяк! Поздравляем! Вы создали империю! Производительность любой колонии зависит от её размера, который, в свою очередь, зависит от тиры индекса планеты. Развитие терраформирования приносит больше награды. Сколько в этом тексте научных слов? Господи, я даже половину не знаю. Ладно, я... Ну, я частично понял. Я как бы, ну, сделаю вид, что я понял. О-о-о! Вы посмотрите, как мою колонию защищает вот это вот облако. Это такой, знаете, купол, который сдерживает там кислород, воздух, чтобы там благоприятные условия для жизни были. Ну что ж, какие у меня миньончики здесь тёмненькие. Надо, кстати... Подождите, надо ещё своих миньончиков высадить сюда. Высаживаем. Пополнил колонию ещё семью миньончиками. Ну, чтобы тут повеселее как-нибудь было. И теперь нужно расстроить эту колонию. Ну что ж, перейдём в строительство. Эм, да, ребята. Я здесь ничего не могу построить, потому что здесь слишком низкий терраиндекс. Нужно его как-то поднять. Итак, моя империя дала мне новое задание. Найти для нас двуглава. Это такое существо, которое обитает на планете Джефор. Но обитает оно не в нашей звёздной системе. Поэтому нужно отправиться в новую звёздную систему, а именно вот сюда. Которая окрашена красными вот этими кругалями. И где-то здесь найти эту планету. Ну что ж, поехали на поиски. Только как мне туда добраться, это ещё тот вопрос. Текст. Теперь сюда. Итак, мы сейчас находимся на Еврон-1. Возможно, эта планета там. Давайте заглянем. Вот солнечная система Еврон-1. Может быть, планетка Джефор находится именно здесь? Нормир. Пиконос. Пиконос. Звучит как Пикинесс. И Джефор. Именно эта планета нам и нужна. Нифига себе. Методом тыка я сразу же нашёл планету. Офигеть, с первого раза. Ну что ж, опускаемся туда. И давайте искать двуглава. Опачки. Радары что-то засекли. Что-то странное на радаре? Так, так, так. Кого нашли? Что это? Гейзер какой-то? Вы обнаружили необитаемую планету. Животные и растения, которые могут пополнить экосистему других планет. Необитаемые планеты являются также источником пряности, необходимой вашим колониям. Круто! То есть я с этой планеты смогу взять какую-то растительность, каких-то животных и перенести на мою только что колонизированную планету. Так, но сперва нужно найти двуглава. Где этот двуглав? Двуглавчик. Ты где? Где ты можешь... А, подождите, вот он, походу, вот он. Да, вот он, это двуглавчик. Сейчас, сейчас, подождите, не убегайте от меня. Сейчас мы сканернем вас. Так, есть. Вот, мы убедились, что это точно двуглав. Теперь мне необходимо его забрать с собой. Гравилуч. Идите сюда, ребятки. Ой, 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 вот это сейчас может упасть. Нет, 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 только не упади. Фух, я его поймал. А то бы он разбился. Так, дружище, давай мы тебя высадим. Ну, хотя нет, пускай будет трое у нас на научной базе. Им будет, по крайней мере, веселее. А то одному будет одиноко, скучно, и не дай бог он еще от скуки там помрет. Итак, задание выполнено. Пора вернуться в звездную систему Макха. Это наша новая звездная система, где я только что образовал колонию. И сразу же наша империя выходит на связь. Ну, что ты там нам скажешь? Спасибо, капитан! Двуглав в отличном состоянии. Вот твоя награда. 15 тысяч спорлингов. Круто! Все для вас, господа. Счастливо оставаться. Все, давай, пока. Так, вначале нужно выгрузить этих двуглавов на базу, чтобы они у меня там грузовой отсек не занимали. Где моя база? Блин, я же еще хотел с той планеты забрать немножко растительности и перевезти ее сюда. Так что нужно будет обратно вернуться, блин. Так, выгружаем двуглавов. Смотри, что мне написали. Двуглав вымер из-за нехватки растений. То есть он сразу же выбежал с нашей базы и помер, так как вне базы кислорода нет. Так что придется в любом случае вначале завести сюда растительности, а потом и двуглавов сюда заселять. Ладно, возвращаемся назад. Вот мы снова вернулись. Итак, начнем мы, наверное, с... Блин, здесь тоже миньоны есть, да? Ладно, давайте этих миньончиков тоже возьмем. Трех будет достаточно. Теперь мне нужно отсюда забрать растительность. Ну вот, например, вот это вот растение, да? Опачки! Есть, готово. Это пальмор называется растение. Я думаю, таких мы парочку заберем отсюда. Еще. И вот это заберем. И вот... Подожди, подожди, не улетай! Ай-яй-яй, кого-нибудь сейчас зашибет! Фух! Да, стой! О, фух! Успел, успел поймать как бы. Теблоня! Это типа как яблоня, только тыблоня. Ладно, забираем тыблоню отсюда. Фух! Нифига себе, как я случайно выкинул все это дело. Отлично! А вот это что у нас такое? А это у нас пятно шар. Пятно шар тоже забираем. А вот, кстати, двуглав. Так как у нас еще один помер, ну тогда, когда он выбежал из нашего города, нам нужно добрать еще друганов для наших двуглавов, которые остались еще в отсеке живы. Что еще из растительности мы можем отсюда забрать? Вроде бы все собрали, что можно было, да? Ну что ж, тогда пора вернуться к нам на базу и засадить нашу планетку. Ну что, Зуарлин? Пришло время наделить тебя атмосферным слоем, чтобы можно было здесь жить. Итак, где растений? Что первым посадить? У меня есть пальмора, это огромная такая, типа, пальма. Есть поменьше, это тыблоня. И пятна шар. Обычно начинают с маленьких растений, так что давайте с маленьких. Итак, мы посадим пятна шар вот сюда. Капец Чтобы на планете Зворли можно было жить Повысьте ее терраиндекс Да, весь прикол, ребята, в том, что все инструменты для терраформирования Или прочей такой штуки у меня закрыты Мне их нужно как-то открыть Так что у меня этих инструментов нет Поэтому нужно сейчас пока что выполнять задания А в будущем у меня они откроются И тогда уж я смогу эту планету озеленить Посмотрите-ка, похоже, вернулся наш любимый путешественник, конечно Так, мое почтение, хотелось бы еще кое-что обсудить Да, капитан, чем мы можем тебе помочь? Ну, во-первых, давайте вы отремонтируете мой корабль А во-вторых, мне нужно подзарядиться Так, по поводу торговли Я думаю, что у вас нечего, да? Да, у вас ничего нет И я вам-то ошибка тоже предложить ничего не могу, кроме пряностей Ладно Возвращаемся Давай задания, короче Как насчет помочь колонии на планете Зуэрли, капитан? Может, там найдется для тебя парочка заданий? Так вот, давай, давай, я хочу помочь этой планете Я очень умелый, ты ведь знаешь, есть какая-нибудь работа для меня? На планете Джеффор завелись хищники Это на которой мы только что были, кстати Поможешь их устранить? Отказаться я против населения Не-не-не-не-не, эта планета очень хороша Она нам очень пригодится для того, чтобы трансплантировать оттуда растения Так что я готов На планете Джеффор обитает Двуглав Но мы только что же его привезли У животных этого вида светятся хвосты Так что их очень легко найти Истреби их всех Но не за день других существ Местных жителей и их постройки А я там постройки-то не видел Это же необитаемая планета В общем, я так полагаю, это Двуглавы какие-то особенные У тех Двуглавов, которые хищные У них светятся хвосты Ладно, я готов Поехали на эту планету Ну что ж, мы вновь прилетели на эту планету Походу с этой планетой нас что-то связывает Мы прямо отсюда никак не можем улететь Так, где наш луч? Вот он Мини-лазер И сейчас мы приступаем к ликвидации Двуглавов Которые светятся Так Минус один Минус два Вроде бы Мирные Двуглавы не пострадали Это хорошо Еще Где еще Двуглавчики? Так, вижу Прям один-одинешенка тут стоял Где-то еще должно быть два Всего их было пять Пять хищников Где же ты? Где же ты? А, во, вижу Готов И последний, вот он Все Миссия выполнена Все прошло успешно Никто не пострадал Только хищники Возвращаемся в нашу звездную систему И сразу же вышли с нами на связь имперцы Как и всегда задание безукоризненно выполнено Теперь удалось завоевать уважение среди всех наших колоний Насколько мы помним Обещанная награда 25 спорлингов Держи Всегда рады иметь дело с таким надежным партнером Да, спасибо, спасибо Я всего лишь делаю свою работу Так, мне дали какой-то значок Смотрите-ка Что за значок? Это значок деятель 1 Выполнено задание 5 Доступны новые инструменты Ну, наконец-то Наконец-то новые инструменты Малый топливный бак Батарея Генератор засухи И генератор атмосферы Вот Вот что мне нужно Генератор атмосферы Ну, наконец-то мы поднимем Тероиндекс Или там Теро Как она эта штука называется Ну, короче, вы поняли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому